Всем привет! Сегодня я буду с вами говорить про JavaScript. Сегодня я буду говорить с вами про современный JavaScript и даже немножко про несуществующий JavaScript. Поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас вообще занимается фронтенд-разработкой. Хотя бы немного. Оу, прекрасно. Это хорошо. Итак, давайте коротко пройдем по агенде. Что я вам сегодня расскажу? Расскажу вам сегодня про генераторы. Генераторы – это новая спецификация, новая возможность, которую мы можем использовать в ECMO Script 6. А зайду я сдалека. Зайду я с итераторов, без которых, как мне кажется, понять генератора не получится. Расскажу непосредственно про спецификацию и что такое генераторы вообще. Дальше я вам расскажу про использование генераторов в реальных кейсах. Это как раз наибольший вопрос был, потому как генераторы, круто, все обсуждают, а как его использовать? Рассмотрим мы на примере реактора редакса и CoA.js. Это будет два кейса, один бэкэндный, один фронтендный. Далее я расскажу больше про CoA.js и расскажу про будущее JavaScript, про синхронные функции и про CoA.js 2. ECMO Script 6, он же ECMO Script 2015, поддерживается уже достаточно таки хорошо, чтобы его использовать. Как вы можете видеть динамику по браузерам, что все в принципе хорошо, даже у Microsoft в Edge, естественно, у Ослика большие проблемы. Ну и меня удивил приятно Safari 10. По заявлениям команды WebKit работает все. Я не уверен, что часть функциональности это не просто заглушки для того, чтобы прошел тест, но в целом здорово. Все, что не работает, можно транспайлить. Давайте пройдемся кратко по итераторам. Сейчас у нас появился, даже не сколько появился, каждый перебираемый, итерируемый тип данных, каждая итерируемая структура данных, она получила у себя итератор и стала, в свою очередь, iterable. То есть что у нас можно перебрать? У нас можно перебрать строку, массив. Можно также перебрать новые структуры данных, такие как map, set, wikmap, wikset. Все они содержат свой итератор. Теперь у нас появилась возможность получить доступ к самому итератору непосредственно. Что еще? Ну и еще у нас появилась возможность застать перебираться неперебираемое, что довольно таки здорово. Что такое вообще итератор? Как вы можете видеть, у нас есть простейший массив. У простейшего массива есть ключ, символ итератор. По сути, грубо говоря, это фабрика, которая возвращает нам итератор. Каждый вызов этой фабрики вернет нам новый инстанс этого итератора, и мы можем перебирать их независимо друг от друга. То есть, грубо говоря, мы получили в переменную наш итератор, и далее этот итератор с помощью метода next мы перебираем. У итератора есть на самом деле всего только один метод. И, как вы уже догадались, это next. Он возвращает нам объект. Всегда объект, который содержит у себя два ключа. Первый value, непосредственно значение итератора. Ну а второй это состояние итератора. Done или False. Никто не мешает нам описать итератор самостоятельно, как, например, мы сейчас создадим. То есть, что по сути итератор? Как я говорил, это фабрика, это обычная функция. Вот у нас есть какой-то endless numbers. Есть стрелочная функция. Кстати, кто из вас уже работает со стрелочными функциями? Ну, неплохо, неплохо. Есть у нас индекс. И у нас есть метод next. То есть, по сути, объект с методом единственным next, который возвращает итерируемое значение и который возвращает нам статус. Как вы можете видеть, этот итератор никогда не дойдет до конца, потому как мы никогда не будем присваивать ключу done значение true. Хочу обратить ваше внимание, что применение итераторов на самом деле довольно широкое, особенно в приложениях, которые реализуют какие-то нестандартные подходы к работе с информацией. Вот сейчас я занимаю свободное время написанием секвенсера на JavaScript с использованием WebAudio API, и у меня есть задача с определенным интервалом проигрывать какую-то ноту, и это было бы неудобно ложить в какой-то цикл. Поэтому у меня есть итератор, который плюется нотами в MIDI-плеер, и это очень удобно использовать. Предпосылки появления генераторов были довольно-таки давно. Вы можете посмотреть динамику популярности Node.js за последние 5 лет. В принципе, она отражает популярность JavaScript в целом. И вы можете посмотреть популярность запроса callback hell. То есть он пропорционально зависим от роста JavaScript. То есть чем популярнее становился JavaScript, тем больше мы страдали, тем больше разработчики страдали, тем больше клиенты страдали, декаданс, печаль. Я привел структурную визуализацию кода JavaScript, написанного без генераторов. То есть это то, с чем все работают, мы привыкаем с этим работать, мы воспринимаем это как данность. Хорошо, ну а что поделать, другого выхода у нас нет. Естественно, разработчики начали пытаться с этим бороться. Появилась такая штука, как promise. А давайте мы возьмем все наши callback и размажем их вот так вот по всему коду. Сможем вызывать наши callback объявлять там, где нам удобно их объявить. Хорошо, размазали, но по сути у нас остались те же самые callback, только в немного другом виде. Окей. Не годится. Начали все это дело развивать. В результате появились две таких сущности, как генераторы и асинхронные функции. Генераторы у нас уже есть. Что такое генераторы? Зачем они нам, собственно, нужны? Почему я здесь вот вышел и рассказываю всем про генераторы? Генераторы позволяют нам писать синхронный код. Раньше я всегда говорил, что достоинство JavaScript это его синхронность, а теперь я вышел и рассказываю вам о том, как писать синхронный код на JavaScript. На самом деле это псевдосинхронный код, потому как event loop не будет останавливаться. Если у вас есть какие-то таймауты в фоне, пока вы будете ожидать приостановленного генератора, вы вполне можете выполнять в фоне любые другие операции, какие должны выполниться в этот момент. Мы можем написать приостанавливаемые функции. Применение просто приостанавливаемых функций довольно-таки узко, в отличие от асинхронных действий, которых у нас просто немедленно. Ну и у нас появилась возможность написания комплексных итераторов. Например, мы можем написать какой-нибудь итератор, который будет ходить каждый раз, например, в базу и плеваться по очереди одним значением. Я решил показать также с помощью кода, зачем нам нужны генераторы и что они позволяют сделать сверху и снизу. Вы видите абсолютно идентичные по функциональности сниппеты. Если коротко, у нас есть какая-то функция, которая должна сходить в базу данных, забрать payment.id нашего юзера, после чего она должна сходить на внешнюю api, данные, с которой мы не должны ходить, и забрать какие-то payment.details юзера за текущий день. То есть, как вы видите, у нас уже начинает проявляться такое явление, как пирамида в Doom, когда callback внутри callback, а можно еще поместить callback внутри callback, как другого callback. Естественно, это не всегда хорошо считается. Есть смысл инкапсулировать все это в отдельные функции, но все равно это получается лапша. Можно, можно инкапсулировать, но все равно получается лапша. Можно инкапсулировать, то есть в зене ты будешь возвращать вверху интерпеймент.details, а в следующем зене, который будет на том же самом уровне, как и предыдущий, ты будешь уже использовать payment.details, собственно, для этого кроме зайды и предыдущий. Но все равно лапша же. Да. Абсолютно аналогично тому, то есть ты вместо yield запишешь zen, ты оборачиваешь вот это в функции и так далее, но ты умеешь. То есть у тебя не будет вот этого канала какого-то бектела, который и сейчас есть. Давай все-таки расскажу про yield. Есть решение, которое позволяет нам сделать то же самое с помощью генератора. Как вы можете видеть, у генератора немножко другой синтаксис, это function со звездочкой. Естественно, генератор может быть именованный и не именованный. И, в принципе, его параметры, которые принимают аргументы. Как вы можете видеть, у нас появилось ключевое слово yield, оператор yield, который приостанавливает выполнение генератора, позволяет нам дождаться выполнения метода getUser. Когда мы его так и получим, положить его в юзер, после чего продолжить выполнение, получить таким же образом payment details. И вуаля, магия. Мы можем отрендерить всю полученную информацию нашему пользователю. Хорошо. Посмотрим, в принципе, как мы можем реализовывать генераторы и как мы можем их перебирать. То есть здесь такая же конструкция, как я уже описал, какой-то, как я показывал на интераторе, тоже итератор числа, который будет нам возвращать от 0 до 3 значения, и который мы будем перебирать. То есть есть у нас метод next, а также у нас есть еще в распоряжении у генератора метод row, который позволяет нам отловить ошибку. Метод next, он ничем не отличается от такого в итераторах. Мы можем получить value и done, как два параметра. Ну и также мы можем пробросить значение в генератор и получить значение из генератора. Вот сейчас я вернусь на предыдущий слайд. То есть в данном случае мы выбрасываем из генератора, грубо говоря, данную функцию, а получаем в генератор результаты ее выполнения. Как вы можете видеть, я задачился вопросом производительности, насколько вообще имеет смысл это все использовать. казалось, что бенчмарков никаких не было по состоянию на три недели назад, поэтому я написал свой. В результате тысячи итераций получилось добиться среднего значения по различным технологиям. В хроме промисы, генераторы от положения на небе звезд и так далее друг от друга не сильно отличаются. Иногда один больше, иногда другой больше. Я не буду комментировать разницу между Mozilla и хромом. По-моему, здесь все очевидно. Но суть в том, что, учитывая, что это время в миллисекундах, затраченное на выполнение одной итерации с помощью кобеков, промисов и генераторов, оно, грубо говоря, очень близко друг к другу. Я думаю, это экономия на спичках и заморачиваться не стоит. Поэтому будьте свободны использовать то, что вам больше по душе. Итак, React. Куда сейчас без React любая модная JavaScript конференция должна быть с React? Да, да, да. Говорить я буду в частности про Redux. Просто, к сожалению, пока не видел реализации какой-либо серьезной технологии с Redux, кроме React. Поэтому окей. Буду я говорить про такую библиотечку, как Redux сага. Что это такое? Это библиотека. Это библиотека, написанная на генераторах. Это библиотека, которая прячет Impure Function с глаз с давай. Я думаю, стоит узнать, кто из вас сталкивался с функциональным программированием. Хорошо, здорово. Для тех, кто не сталкивался, скажу, что в функциональном программировании есть очень важная парадигма того, что мы должны использовать Pure Function. То есть наша функция не должна иметь сайд-эффектов. Она не должна влиять на окружение свое, должна работать с аргументами, какие мы в нее передаем. В том или ином виде наши callback часто превращаются в Impure Function. И это не очень здорово. Этого бы хотелось избежать. Ну и, собственно, в основное назначение вытекающие Redux Saga это же, конечно, возможность писать синхронный код. Псевдосинхронный, повторюсь. Как это выглядит? Как это выглядит? У нас есть наша Redux Saga, у нас есть дополнительный компонент Redux Saga Effects. Я не буду останавливаться на Redux Saga Effects, потому как он слишком затрагивает специфику самого реактора Redux. Все заключается в том, что мы таким же образом можем с помощью генераторов останавливать выполнение какого-либо нашего нашей Saga. Можно сказать, что Saga это эдакие нового экшена, которые вызывают другой экшен. В общем, надо больше экшенов внутри экшенов, внутри других экшенов, внутри коллбеков. В общем, мы дожидаемся ответа, после чего мы с помощью диспетчера initим необходимые события в нашем Redux и передаем необходимую информацию. В принципе, суть довольно-таки проста. В результате мы выполнили асинхронное действие, очень просто, очень быстро. Окей. Собственно, как выглядит вообще минимальная Saga? Это вот у нас есть function, генератор, который обращается к нашей Saga. Ну, собственно, вызывает takeAvery. takeAvery это один из методов в самих Saga, который позволяет нам для каждого юзера стриггерить события user fetch requested внутри нашего редюсера. Возможно, внимательно из вас обратили внимание на то, что здесь yield идет со звездочкой. Это, по сути, является делегацией генератора. Мы можем сделегировать наш генератор к другому генератору, который сделегирует его к другому генератору. На практике, конечно, делегация генераторов не всегда бывает полезна. Она приводит к вот к чему. Если сильно увлекаться, будет то же самое вовше. После словия, что хоть Saga и не декларируются как обычные экшены, они такими являются, передаются они через Saga middleware. И очевидно, что Saga middleware это не что-то не минуе, как сам по себе middleware для вашего store в вашем редаксе. Окей. Мы поговорили про фронтенд, теперь поговорим про бэкэнд, про основную звезду моего доклада и что меня собственно побудило про него рассказать. Я сталкивался со многими фреймворками на бэкэнде, в частности, наиболее интересными для меня показались Kraken.js и Code.js. Про Kraken.js рассказывать лень, а вот про Коа, я думаю, стоит. Что такое Code.js? Code.js это нод фреймворк для серверной разработки. Это фреймворк, который использует ECMAScript 6, он использует генераторы, вторая его версия использует асинхронные функции. Я немножко решил бросить по поводу ES2016, потому что это не так, я подойду потом к этому ближе. И также это фреймворк, который был написан командой Express.js. Учитывая авторитетность команды Express.js, учитывая ресурсы компании Express.js, фреймворк вызывает доверие, фреймворк быстро развивается и естественно он оброс в хорошем комьюнити. Он оброс кучей библиотек и зачастую найти какое-то решение для middleware очень просто. Что такое КОА? По сути это фреймворк, который предоставляет нам middleware. В КОА у нас, ну вот я привел архитектурную диаграмму middleware, если никто не сталкивался, грубо говоря, я думаю, каждый из вас играл в детстве в игру, которая называется испорченный телефон. Вот так и у нас. У нас есть состояние, которое передается по очереди между каждым middleware, каждый middleware как-то аффектит это состояние или не аффектит. Я дальше покажу пример логера, который не аффектит. Ну и соответственно с этим middleware мы будем работать. То есть КОА.JS это по сути фреймворк middleware на генераторах. То есть когда мы говорим роутинге, когда мы говорим о различных HTTP методах полезных, о системах безопасности, защите от CRS, от аффектак, кроссдоменных запросах, шаблонизаторах и так далее, в КОА этого ничего нет. В КОА нет ничего. В КОА есть только движок для middleware и все остальное делается с middleware причем множество middleware написано самой командой КОА.JS Собственно так выглядит приложение на КОА.JS минимально простое есть у нас логер собственно простейшая имплементация middleware на КОА.JS то есть это по сути не что иное как генератор который возвращает свое состояние и перед тем как его вернуть или тем как после того как оно вернется мы можем посчитать время затраченное на выполнение нашего приложения. Хочу обратить ваше внимание что выполняются они в порядке объявления то есть что выше объявили то начнет работать то что ниже объявили начнет работать ниже. Есть не очень хорошая практика объявления роутов когда допустим у нас есть какой-то JVT middleware роуты какие доступны обычным пользователям они просто объявляются до JVT middleware те что недоступны пользователям позже JVT middleware и что печально это много где рекомендуется ну и дальше вы можете видеть простейшую операцию вывода то есть абсолютно идентично таковой на Express JS какие преимущества у этого всего есть вот казалось бы бедный фреймворк у которого нет ничего у нас есть множество библиотек которые обернуты с библиотечкой CodeJS позволяют нам элементарно выполняться и большинство какой-то стандартной функциональности сервисной она существует в виде middleware хочешь кроссдоменные запросы окей просто подключаешь пакет пообрасываешь middleware если надо какие-то настройки подъедаешь туда параметры все у тебя есть кроссдоменные запросы хочешь авторизацию с помощью JVT токена абсолютно так же три строчки кода у тебя полноценная авторизация с помощью JVT токена хочешь работать с базой данных пожалуйста и много и много похожих случаев когда разработка какого-то обвязочного кода инфраструктуры просто превращается в игру с конструктором когда ты пробуешь разные пакетики и у тебя все работает на самом деле вот такой вот возможности инкапсуляции очень хотелось и она появилась и она работает здорово у нас появилась как результат отсутствия какой-то функциональности внутри фреймворка он стал легче и у нас отсутствуют какие-то стандартные фичи которые потом надо допиливать например если у нас есть какой-то фреймворк с http сервисами мы начинаем думать оу а как добавить туда какой-то хедер кастомный а давайте мы его задекорируем оу давайте мы что-то там заврапим не теперь просто то что надо подключили что не надо не подключили прекрасно возможность писать более понятный код как вы догадались генераторы позволяют нам писать псевдо синхронный код и мы можем сократить количество непонятных и ненужных вещей в нашем приложении у нас появилась возможность писать меньше кода ну как следствие из предыдущего пункта вот и у нас есть активная поддержка сообщества множество плагинов плагины между собой уже начинают конкурировать это идет каждому из них на пользу кто-то загибается кто-то сильно выигрывает но в итоге отсеивается непотреб как вы можете видеть у нас есть сравнение поставки коэкспресс и коннект фреймворков как вы можете видеть что в коэ нет ничего кроме ядра сразу бы хотел порекомендовать и привести в качестве примера несколько middleware которые вы можете использовать в приложении и которые могут пригодиться ну и показать просто насколько просто реализовываются некоторые вещи например вот я рассказывал про кроссдоменные запросы коа-корс пакет все готово коа-роуд подключили middleware в итоге имеем роутинг аналогичный такому в экспрессе не надо нам роутинг не подключили коа-джи-вити токен то же самое коа-бодипарс у нас есть клиент который непонятно что нам присылает то он нам пришлет джейсон то он нам пришлет формдату то он нам вообще мультипарт пришлет а вот что-то случилось он нам джейсон начал нам будет все равно у нас есть коа-бодипарс который нам все это сделает с парсит и мы вообще не будем заморачиваться о том как это работает то есть это работает под капотом и мы не имеем к этому никакого отношения коа-сент управление статикой просто подключили middleware в качестве параметров конфига указали папки которые надо шарить и у нас есть отдача статики хотелось бы поговорить о недостатках фреймворка тут рассказываю о том что он крутой какие могут быть у него недостатки недостатки у фреймворка так и есть в первую очередь они связаны с тем что обратная сторона того что фреймворк поставляется голый надо постоянно контролировать качество пакетов пакеты не обещают быть зависимыми друг от друга и иногда дебажить это становится сложнее вторая проблема это вовлечение команды стаффинг команды потому как к сожалению с Code.js работает не так много людей пока что надеюсь и увеличивается время на введение человека в проект если это какой-то маленький проект это может быть нерентабельно как говорится используйте с умом есть Code.js2 Code.js2 это вообще очень хитрый зверь он работает на спецификации которой нет то есть есть такая штука как асинхронные функции если вы начнете искать спецификацию асинхронных функций статьи об асинхронных функциях вы услышите что это экмоскрипт 7 или экмоскрипт 2016 так вот нет асинхронных функций не существует несмотря на то что Babel несмотря на то что Chrome несмотря на то что Edge их поддерживает их нет а вот Code.js2 на них уже работает на самом деле изначально многие ожидали что асинхронные функции войдут в официальные релизы экмоскрипт 7 но в итоге экмоскрипт 7 вышел с кучкой багфиксов и двумя новыми фичами экспоненциальный оператор и один метод массива includes все то есть асинхронных функций у нас нет но мы будем на них писать ну и да и как бы сам Code.js позиционируется как фреймворк нового поколения то вопрос по поводу второго это получается фреймворк нового поколения фреймворка нового поколения что такое асинхронные функции раз я уже за них договорил я хочу и на них и закончить асинхронные функции это промисы сама по себе асинхронная функция это промис и await грубо говоря это промис есть у нас такой код если убрать async убрать await поставить возле функции звездочку и поставить yield перед конкуэр будет генератор казалось бы в чем разница разница заключается в том что мы ожидаем в конкуэр обычный промис нам все равно нам не надо оборачивать ни в какие генераторы наша асинхронная функция ничего мы можем взять обычный новый метод для получения запроса серверов wait fetch просто wait fetch не надо его оборачивать не надо ни во что врапить все мы дождемся результат когда мы получим результат мы положим его в state и вернем state красота хотелось бы сказать пару слов о синхронных функциях о том почему это не всегда хорошо как бы асинхронные функции это они удобнее генераторов они позволяют нам писать меньше кода нам не надо писать обвязочный код мы можем взять любую библиотеку которая возвращает нам промисы это почти все библиотеки сейчас современные она позволяет нам сэкономить ему времени и денег соответственно но как минус то что асинхронная функция это все еще драфт когда он вы когда они появятся непонятно и появятся ли они вообще непонятно на самом деле и может получиться как допустим частью функциональности в RTC которую поддерживали написали приложение и все и больше не поддерживает ее никто и мораль всей басни вообще всей басни которую я сегодня рассказываю она довольно таки проста я не говорю что генераторы это прямо замена промисом это замена callback'ом я не говорю что асинхронная функция это замена генератором callback'ом промисом я хочу донести одну простую мысль у нас появились новые инструменты для того чтобы писать код писать его красиво писать его структурировано и ими надо пользоваться на свое усмотрение без какого-либо извилишнего фанатизма и не сильно увлекаясь собственно я добавил в презентацию думаю она будет доступна ссылки откуда брал картинки пару сниппетов я спер с mozilla.org собственно спасибо возможно у вас есть какие-то вопросы я буду рад на них ответить ты скоренько Саша закончил да есть вопрос отлично я лучше на вопросы поотвечаю спасибо за презентацию вопрос такой вот если бы сейчас ты начинал новый проект на чем бы ты его начинал на генераторах на генераторах и тогда второй вопрос насколько по-твоему важно вообще то что Async Await нет в стандарте то есть скорее всего все равно они прошли через подожди они то ли на третьей то ли на второй стадии драфта так что скорее всего они все равно рано или поздно войдут в стандарт то есть почему бы не начать их пробовать ну опять же если мы транспайлим мы можем положиться транспайлятся как бы на уровне синтаксиса то есть для вас ну они транспайлятся на самом деле как раз они транспайлятся в свою очередь генераторы да ну если транспайлить то да почему бы не использовать если рассчитывать их в надежде в ближайшее время перейти на нативные асинхронные функции то я бы не использовал потому как можно ждать долго но вообще да смысл есть да Саша спасибо ты сказал что в общем-то КОА 2 еще пока месть в драфте да КОА 2 уже существует КОА 2 уже стабильный релиз КОА 2 уже используют на нем написано много приложений но он работает на технологиях которых нет вот вот ну первый вопрос как ты сам относишься к использованию вот таких вот скажем вещей которые используют технологии которых еще нет в боевых проектах насколько скажем так целесообразно это используется ну понимаешь в этом есть джаваскрипт да и второй вопрос насколько сложен порог вхождения вот для скажем если ты будешь набирать новую команду да вот насколько будет сложно людям работающим со стандартными инструментами сложно порог вхождения довольно таки низок ты мне напомнил об одном поинте которым я хотел сказать я забыл поэтому с вашего позволения я добавлю пару слов порог вхождения довольно низкий это позволяет сделать все очень плохо то есть я думаю первый проект на кое это он похож на самом деле на скорострельную стрельбу себе в ногу потому что с каждой новой фичей можно забивать гвоздь в гроб проекта и увеличивать последующую стоимость его разработки ну если действительно хорошо разобраться набить пару шишек то довольно таки эффективно я бы не сказал что код в чем-то сложнее в плане вовлечения в проект новых участников чем любая другая технология спасибо еще есть какие-то вопросы отлично есть еще привет привет вот вопрос допустим стартует новый проект и нужно выбрать технологию вот есть какие-то специфические проекты до которых ты посоветовал этот фреймворк там социал очки или стриминг есть для чего-то для чего он особенно хорош спасибо фреймворк по сути хорош для всего для чего хорош Node.js то есть нет на самом деле для различных стриминговых сервисов он годится если у вас какое-то есть небольшое приложение для работы пусть даже с эстетической информацией которая меняется редко тоже хорошо годится но если речь идет о каком-то огромном приложении в котором надо работать с большими массивами данных я бы посмотрел какую-то другую сторону но это не стоит я имею в виду не в сторону COA я имею в виду вообще в сторону другой экосистемы спасибо за доклад такой вопрос когда стоит использовать экспресс и когда стоит использовать COA ты вот сказал что пэкеджи на COA могут быть ну как бы нестабильными то есть версия новая вышла пэкеджа все сломалось по сути так тогда лучше использовать экспресс всегда ну это проблема на самом деле касается вообще всех пэкеджей и вообще все идеи использования пакетов то есть это не проблема только COA вот как я показывал на слайде что на самом деле экспресс тоже у нас имеет не так уж и много из коробки то есть у него есть роутинг у него там есть маршрутиз шабланизатор у него есть какие-то методы для работы с запросами ответами но на самом деле сказать что вот экспресс JS какой-то полноценный фреймворк в котором есть прямо все что тебе надо для работы нельзя то есть по сути экспресс он превратится тоже в работу с пакетами которые надо будет использовать и которые тоже могут быть нестабильными то есть здесь вопрос стоит в том чтобы подобрать под себя какой-то стэк и на худой конец просто в пакет JSON забить запрет на обновление зафиксировать версии жить спокойно еще такой вопрос ну javascript это же твой основной язык да сейчас да а кофе скрипт используешь а зачем ну как сахар ну зачем сахар если есть техмоскрипт 6 то есть ну как по мне выход техмоскрипта 6 вообще напрочь убил кофе скрипт ну просто кофе скрипт очень красивый очень нравится но вот смотрю что ну допустим если с реактом его использовать то получается гонева полная правда вот особенно GSX а там идет кофе GSX шаблоны они еще могут не подхватиться то есть сразу тогда экмоскрипт идет ну да 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 на самом деле даже не слышал о попытках использовать экмоскрипт и реакт это кофе скрипт и реакт это выглядит как минимум странно ну зато там в кофе скрипте уже есть асинк и вейт вот в чем прикол ну у нас его тоже нет но мы его используем ну хорошо спасибо спасибо за доклад ты рассказывал про итераторы и потом сразу перешел про генераторы то есть у меня вопрос это итераторы это просто какая-то новая фича генераторы это следующая идея или они как-то связаны между собой то есть появились итераторы и значит стали возможны генераторы ну то есть может я просто не понял на самом деле я подводил к тому что генератор является одновременно итератором и итерируемым то есть итератор и итерейбл то есть в свою очередь он итерирует что-то и метод который мы грубо говоря елдим он нам итерирует наш генератор да я не знаю как в рубе если честно да Саша такой вопрос вот ты сказал итератор и итерируемый насколько это соотносится с реактивным программированием я не сталкивался просто слово реакт и итерируемое это очень а еще у тебя был слайд там где сравнение в общем такие палочки горизонтальные там было что есть в кое что есть в конкурентах немножко да раньше вроде бы нет значит дальше 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 еще чуть-чуть я просто не до конца понимаешь что ты говоришь сейчас вот вот это это было почти оно но еще чуть дальше вот вот смотри я просто смотрю да вот у нас маршрутизация шаблонизатора HTP утилит нет в своих проектах когда ты используешь ко откуда ты берешь потом вот недостающие звенья это все пакеты это все middleware и каждый middleware позволяет тебе реализовать ту или иную задачу при том все они максимально атомарны то есть нет какого-то пакета который там будет реализовывать тебе маршрутизацию чтобы они дозатор там все средства безопасности которые еще позволят тебе розовых поняшек на конвасе рисовать но ну как наверное кто-то написал но надеюсь это никто не использует суть заключается в том что мы используем максимально атомарные пакеты которые друг от друга идеологически не должны зависимы зависеть и по идее не зависят и этим самым мы разгружаем приложение вместо того чтобы заниматься кастомизацией чего-то готового мы просто пишем под себя а не проще использовать экспресс ну экспресс позволяет он содержит в себе ту же самую маршрутизацию там перечень базовых пакетов но они уже вшиты то есть ко в этом плане гораздо гибче может тебе например не нравится роутер в экспрессе и ты хочешь использовать что-то другое тебе не надо думать как его перезаписать как тебе его задекорировать как тебе его может вообще убрать ты просто используешь другой роутер а то есть можно подвязать ко и экспресс одновременно в один проект нет ну вообще да ну вообще да как бы можно сделать все но не нужно спасибо спасибо за доклад вопрос будет следующий ну во первых хочу сказать что в питоне в принципе была ситуация очень похожая то есть там тоже были вначале генераторы потом расширенные генераторы и в 3.5 появился асинковый синтаксис вопрос такой требуют ли генераторы какой-то предварительной инициализации то есть если ну опять же со стороны питона смотрю то есть там было что после того как ты объявляешь генератор ты его вначале должен инициализировать и только после этого уже может ну точнее вызов next будет возвращать непосредственно уже значение там с сохранением состояния или в джаваскрипте вот точнее конкретно вот генератора джаваскриптовых там не надо ничего инициализировать инициализировать ты объявляешь генератор и потом после вызова next он сразу вернет тебе уже как бы первое значение из не уверен что понял вопрос правильно но можно автоматизировать вызов генератора можно автоматизировать итерацию прохода по всем next для того чтобы собственно вот такая конструкция сейчас чтобы даже лучше для примера чтобы вот такая вот конструкция заработала есть специальная библиотечка которая в принципе на которой частично основан код джес она называется код джес да она позволяет нам обернуть генератор и сделать из него что-то наподобие самовызывающейся функции грубо говоря ну да можно автоматизировать можно конечно тыкать next ну по сути из генераторов получается корутина уже да хорошо спасибо большое а давайте еще а я включила микрофон включил есть еще вопросы Леша добрый день спасибо за доклад вот интересно узнать а что вы думаете если остановится поддержка код джес потому что он тогда будет активно делаться вырванные годы на поддержке этого проекта какие у вас тогда будут действия ну можно вспомнить много технологий на которые все забили но собственно всем все равно будет новая технология в общем другая технология опять же как я говорил этот джоасклипт все динамично и быстро меняется это норма то есть в таком случае вы не думаете использовать что-то более традиционное типа ноды чтобы потом избежать такого так это есть спасибо за ответ неловкая пауза еще вопросы все таки додумал скажите а вы писали вот эти вот пакеты для код джес и можете вы рассказать о какие пакеты вы написали и какой-нибудь клевый пример пакета из самописных я понял я писал себе пакет для авторизации потому как стандартный тот пакет который для авторизации с жвт токеном я нашел мне не очень понравился вот я писал пакет для access control листа который позволяет не валидировать пользователей сказать что это чем-то специфически отличается от написания грубо говоря обычных функций ничем то есть грубо говоря у нас есть какой-то аргумент который мы так или иначе модифицируем в качестве простейшего мидуэра я показывал вот написание сори так дальше не не дальше ладно я потерял этот слайд в общем там был пример логера простейшего я все-таки верю что я его найду а да точно кладжиэс я в кладжиэс его показал точно вот да вот простейший мидуэр то есть по сути что это такое это у нас генератор вот у нас возвращаемое значение которое мы просто не модифицируем то есть мы никак не влияем на выполнение программы и мы просто засекаем время сколько времени у нас это заняло так что мы просто перемешиваем и мы просто